И воскрес для нашего оправдания, чтобы люди покаялись и веровали в Евангелие. Так, а это ты как батюшка, типа? Да разве обо мне речь идёт? Я говорю о Христе, что люди Христа не знают, Его любовь не знают, что Он умер за грехи людей и всех зовёт к покаянию. Я понял. Чтобы шли в церковь, могли исповедоваться, начать новую жизнь, родиться свыше. Согласен. Потому что то, что здесь делается, говорит даже стыдно об этом. Такое безопасно. Так как вы давно тут сидите? Да уже давно, месяца три. А кто вам посоветовал? А у нас был знакомый один, он парализован и лежал 17 лет. И перед смертью он два ролика составил, сюда зашёл. А мы близкие. И когда он умер, я посмотрел, что за ролики-то. Я посмотрел, это Содом и Гамора. Тут ужас, что творится. Я стал молиться, Господи, дай мне этот талант Сергея, который умер. А он очень верующий был. И вот я сюда зашёл. Мы нашли людей, которые желают слушать, которые меняют свою жизнь. Я понял. Ну, дурачков тут много сидит, да? Да, умных-то редко встречишь. Голые, половина мужиков голые. Чего их встречать-то? Процентов 85-90 мусульмане. То есть самое блудливое всё собралось сюда. Согласен. Люди Бога не знают. Пойду я. Так а зачем вам идти-то? Вы можете задать вопросы о душе, о вечности, о будущей судьбе мира. А какие вопросы? Я даже не знаю, что сказать. Да что же не знаете? Может, молодой, глупый. Я вёл занятия одновременно в пяти университетах. Так у меня осталось 4124 вопроса от студентов. И три программы регулярно вёл. Люди хотят знать. И вот о наших ресурсах всё сохранилось. У нас большой YouTube. Большой YouTube очень. Вы можете зайти. 17 420 роликов наших. Это ваш канал? Да, наш канал. А вы зарядите его. Какого? Называется «Канал во свете Библии». Я понял. Ну, вы можете сейчас зарядить. Во свете Библии Игнатий Лапкин добавьте. Это я. Угу. У вас много подписчиков? Нет, немного. 43 тысячи. И 43 миллиона просмотров. Так а вы зарабатываете на это? Нет, не зарабатываю. Мы не прикасаемся. Если что-то там и есть, чтобы это брала та администрация, которая позволяет нам здесь быть. Я понял. Ну, ладненько. Приятно было пообщаться. Счастливо. Если у вас вопросы будут когда-то, вы запомните два слова «Игнатий Лапкин». По скайпу вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. Все, хорошо. Игнатий Лапкин. С Богом. Все. Счастливо. Вы на мордик снимите, и мы поговорим. Я вам радостную вещь дам. Давай. Ну, так вылезь оттуда и на мордик сними. А ты не будешь меня оскорблять тогда? Никогда не оскорбляй. Я должен говорить как есть. Мы православные люди, я проповедник. Мне нельзя кривить душой. А ты не на мордик. Обидно вообще-то мне. Значит, вы не хотите о душе подумать. Я принес радостную весть. Из этой книги, что Христос умер за грехи людей и ожидает людей с покаянием, что жили для Бога, что после смерти в аду не мучились, не в огне горели с дьяволом. А вы не хотите встать и послушать. У вас, может, никогда такой возможности не будет в этом блудном садоме, который является щадрулеткой. Да. Я же ничего вас не прошу. Кроме того, снимите этот намордник, чтобы вас было видно. Сядьте прямо. И мы поговорим. Ну, стесняемся. Значит, не хотите, да? Стесняюсь. Грешите, стесняешься. Глаза накрасила. Зачем ты портишь себя? Это нельзя делать. Богу не угодно. Человек – это картина Божья. Бог сотворил нас. А мы Бога подправляем. Это безумие. Ну, миллионы людей это делают. В его искупительную жертву. Тот с сатаной будет мучиться вечно в гиене огненной. Это кто сказал? Нам говорит об этом Дух Святой. Через апостолов. В Святой Библии. Только не ругайся. Не ругайся. Хорошо. Вопрос. Вы можете не ругаться, чтобы совсем не материться? Хорошо. Вопрос. Я спрашиваю, пообещайте, что не будете материться. Я буду разговаривать с вами тогда. Не буду материться. У вас есть дети? Давайте, говорите, пожалуйста. У вас есть дети? Что есть? Дети. Да вам зачем это знать-то? Вы говорите по делу. Вы же не милиционер. Меня за нарушение на дороге остановили. Так. Ну, я скажу, вот сын, что он вам даст? Ничего он не даст вам. Я хочу вам сказать. Вот вы говорите Бог. Вы знаете, что такое прелюбодеяние? Правильно? Это рулетка поганая. Это Содом и Гоморра. Тут одни блудники собрались. Редко настоящий человек. Вы знаете, что такое прелюбодеяние? Это измена супружеской верности. Вот. Я вас хочу спросить об этом. Вот у вашей жены до вашей свадьбы был кто-нибудь? Никто не был. Мы христиане. У нас это даже не именуется. А у вашего сына? Не. Ни у кого у нас этого нет. Мы строим православную деревню, где поселится кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У нас нет ни одного аборта. Ни противозачаточных. Вот у нас в семье отец инвалид войны без руки был. И у нас 10 детей было. А родилось 12. Ни одного аборта. Но я вижу, вы живете шикарно. У вас как бы все так идеально обустроено. Вот эта сзади дырка, вот над вашей головой, вот эта вот дырка сзади, она очень живописная. Это я для кошек сделал, чтобы и тепло шло там. Я понял. Так, все. У вас вопросов нет больше? Да, давайте мне задавать. Всего хорошего. С Богом. Мы показываем книгу. Мы пришли, чтобы возвестить Божью весть. Что то, что тут здесь люди, недостойно жизни их делает. Ни один блудник, ни один сквернослов не спасется. Что я сказал? Да, да, да. Именно на этом сайте. Именно на этом сайте вы пришли. Да. Здесь половина голые мужики валяются. И процентов 85 мусульмане. Вы работаете по какой-то организации? От организации христианства, православные люди, проповедники. По повелению сердца. Видя, как погибает народ. Малые дети здесь блудят, безобразничают. И вас организация послала на этот сайт. Мы говорим о том, что Иисус умер за грехи людей по любви. И воскрес для нашего оправдания. Я понял. И вы пошли на этот сайт. Мы пришли, чтобы сказать людям об этом, чтобы принести покаяние. Сходили в церковь, сходили на исповедь. Вы мне позвольте. Вы мне показали старый завет. Только не ругаться. Вы сможете не ругаться? Я не ругался. Я не ругался. Ни одного слова плохого не говорите. Так, повторите вопрос. Я заранее прошу, чтобы этого не было. Я не буду. Я не буду. Я культурный человек. Хорошо. Он говорит, что вы только показали Ветхий Завет. Как это Ветхий Завет? Это Библия. Это Ветхий Новый Завет. Без Нового Завета она Библией не называется. А в смысле не называю? Это все вместе. Ветхий Новый Завет, правильно? Правильно. Ветхий Новый Завет. Ну, просто это все вместе, я понял. Конечно. Вот, смотрите. Я открываю вам и показываю. Считайте. Да я понял. Я просто думаю, что как он называется? То, что есть и отдельно Новый Завет. А есть и отдельно Новый Завет. Вот я вам сейчас покажу отдельно Новый Завет. Да, я знаю, я знаю. Отдельное Евангелие, видите, отдельное Евангелие. Угу. Вот. Я понял. Слушайте, а можете мне объяснить один вопрос, пожалуйста? Да. Чем вообще идет разногласие между нашими православной верой, христианской, католической, протестантской? Чем вообще, в чем вообще идет различие? Мы вроде бы все поклоняемся Иисусу Христу, он у нас один Сын Божий. А в чем идет вообще разногласие? Между католиками я отвечать начинаю, не перебивайте. В 1054 году, до которого Церковь была единая, католики отошли. Они добавили к символу веры слово. Мы верим, что Дух Святой исходит от Отца, а они добавили и Сына. А Сын Филиоква называется. И уже не сошлись вместе. А дальше каждый начал по-своему. Католики стали бриться, католики бриться, папе подгонять под его туфлю, все. Епископы все равны. А протестанты, начиная с Мартина Лютера 1517 года, они отвергли священство. А где священства нету, там ничего и нету. Потому что рукоположение по хератонии передается у нас от Андрея апостола, у католиков от Петра. Еще от апостола придет Григориана Армянская постоличная, эфиопская и сирская. Все. Вот пять названий. Это одна церковь. А остальное все это еретики. Называется конфессии, динаминации. Это все сатана придумал. Мы отличаемся. Но по поведению, если взять вот наших православных, можем сказать, меньше всего заблуждения у нас. И взять протестантов. Ну, так вот из храма выходят 100 человек. Из 100 баптистов. Они намного чище нас живут. Они никто не курят. Они не матерятся. У них Библия есть, считают. Но они секта, ересь. Вот какое дело. Мы должны все правду сказать. Вопрос хороший у вас. Послушайте, мне вообще казалось то, что Святого Духа добавили, это в Новой Библии от Ветхого Завета. В Ветхом Завете был Отец и Сын. Да. Но в Новом добавили Святой Дух. Раньше крестились двумя пальцами за Отца и Сына. Третий палец – Святой Дух. Нет, но в Ветхом Завете говорено было о Духе. Говорите, говорите. Да, но в Ветхом Завете о Духе Святом говорится и не один раз. Но только полной благодати не было. А теперь, когда мир искупленный, за грехи умер Христос, искупительная жертва принесена за весь род человеческий, в это время Дух Святой сходит на апостолов, вторая глава Деяния апостолов, и они заговорили на разных языках и понесли благую весть по всему миру. Согласно Евангелия от Марка, 16 главе, Христос говорит, идите по всему миру и проповедует Евангелие всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. В озере Огненном с сатаной. Кто вас поверит, кто насчет правильную жизнь, кто тоже будет понимать разные языки. Как-то такой смысл. Да. Дело в том, что вот Америка, у меня тут американец приходил, у них там протестанты, православных там мало, и протестантов там 21 тысяча разных сект. 21 тысяча. А православные как были, так и остаются, потому что у нас толкование есть. Они каждый на свою голову. Сколько ванек, столько манек. Послушайте, а я слышал то, что католики с протестантами разошлись только из-за того, что Библия, у них было написано на латинском языке, а у других на другом языке. Короче, они из языка, из написанного языка. Они из-за этого разошлись. У католиков переведено уже есть. как у русских. Но в церкви у нас идет на церковно-славянском. Вот у меня сейчас заходят, ну тут встретились с мусульманами, а у нас другая книга. Я говорю, такая. Ну да, я говорю, считай. Он не может прочитать. Это мусульманская. Да, мусульманская. А на арабском языке, я говорю, а у нас на церковно-славянском такие же столбами стоят и ничего не понимают. Мы, говорю, такие же глупые, как вы. А сектанты считают на русском языке. А перевод, Библия русская, на русском переводе-то. Перевели-то четыре духовные академии. И они берут синодальный перевод 1876 года. А они в этом отношении, сектанты, правее нас. Ясно. Так, если у вас нет вопросов, вы запомните два слова. Игнатий Лапкин, это я. Два слова. Зарядите в этом в скайпе, Игнатий Лапкин, и вы меня найдете сразу. Я вам скину все наши ресурсы. У нас очень большой ютуб, большой сайт, форум. Я понял. Нет, послушайте, я как бы правоверный человек, да? Ну, у меня тоже много ничего непонятного в этой Библии. Я вам скажу, у меня было время, я ее читал вот от начала и до конца. И я и ветки завет прочитал. Я христианин, меня родители крестили, я ее уважаю, я люблю свою веру. Но, как говорится, мы взрослеем, и мы должны понимать то, что это всего лишь машиноправление. То есть, направить. Вот это, ну, кого я объясню. То есть, это правление. То есть, мера для правления, чтобы командовать людьми. Вот так вот, я скажу вам. Я скажу вам, что то, что вы говорите, это выражено Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус говорит, я есть им путь, истина и жизнь. Путь. Не один из путей, а один единственный путь. Этот путь Церковь Христово-Православная от апостольских времен идет. А протестанты появились на полторы тысячи лет позже.